Всем привет! Мы сегодня поговорим про двух великих людей – Александр Сергеевич Пушкин и Александр Сергеевич Грибоедов. А почему мы говорим именно здесь? Да потому что вот эта дорога – это как раз место последней встречи Пушкина и Грибоедова. Они немножко позднее. Грибоедов был талантливый писатель, драматург, поэт, выдающийся дипломат. Уехав из Петербурга, он провел некоторое время в Тифлисе, где женился на княжне Нине Чавчавадзе, с которой ему довелось прожить всего пару недель, после чего в декабре 1828 года отправился в Тегеран на переговоры с шахом Фетх-Али. Намеревался обсудить положение армянской диаспоры, а также выдачи русских дезертиров. 11 февраля 1929 года многотысячная толпа религиозных фанатов атаковала посольство, жестоко расправилась со всеми, и русский дипломат Александр Сергеевич Грибоедов был убит. Бесчинцующая толпа таскала изуродованный труп по улицам несколько дней, а потом бросила в общую яму, где уже лежали тела его товарищей. Позже его опознали лишь по изуродованному на дуэли мизинцу левой руки. Эта трагедия надеяла немало политического шума в России и в Европе, да и на Ближнем Востоке. Тем же летом, согласно Пушкину, и состоялась его знаменитая, да более печальная и страшная встреча. Один из них убегал от надоедливой столицы и многочисленных ограничений, а тело другого напротив везли на родину, дабы предать Грибоедову земле. Я переехал через реку. Два вала, впряженные в арбу, подымались по крутой дороге. Несколько грузин сопровождало арбу. «Откуда вы?» – спросил я их. «Из Тегерана. А что везете?» «Грибоедова». Это было тело битого Грибоедова, которое припровождали в Тифлис. Написал Александр Пушкин в своем путешествии в Арзрум. А сейчас мы едем в туннеле под горой, который, похоже, что давно уже не ремонтируется. Туннель 1800 метров. Вентиляции здесь практически нет. И, честно говоря, запашок состоит не очень приятный, когда очень много машин, накапливаются газы удушливые. Неприятная вещь. Но идем дальше. Тот путь, который проделал Александр Сергеевич Пушкин, и где он встретил арбоз с телом Грибоедовым, называется сейчас Пушкинский перевал. Там вверху был поставлен памятник. Но для удобства на обочине трассы сделали другой. Вот куда мы сейчас с вами и подъедем. Александр Сергеевич Пушкин живо интересовался армянской тематикой, следуя примеру своему кумиру. Это лорда Байрона, который даже взялся за изучение армянского языка. Интересно, что первый перевод стихов Пушкина на армянский язык произошел при жизни поэта в 1836 году, когда армянский переводчик Макртыч Эмин в стихах приложил с русского на родной поэмы «Бахчихарайский фонтан» и «Кавказский пленник». Когда смотрите это видео, пожалуйста, имейте в виду, что оно было снято 24 апреля. И поэтому зелени еще не так много. Красота еще не настолько сочная. Но все равно необычайно красиво. Вот эта порода собак меня постоянно везде встречает. Помните памятник русскому алфавиту? Там тоже таких две красавицы было. А сейчас мы вернемся к Пушкину. Разумеется, главным знакомством Пушкина с великим армянским народом состоялось во время его знаменитого путешествия на Кавказ. Конечной точкой маршрута поэта, кстати, стал в 1829 году армянский город Арзрум. Здесь Пушкин ярко описал нравы и быт армянского народа. Армянское гостеприимство. Кстати, это было первое и последнее заграничное, то есть в Омскую империю, турне Великого Невыездного. Во время Южной ссылки поэта, его близкими друзьями стали армянский чиновник Артемий Худобашев, архиепископ Григорий Захарян. Встречал Александра Сергеевич и будущего великого российского армянского художника Ивана Айвазовского. Торому на тот момент еще было 19 лет. Наш герой даже предсказал этому молодому художнику большой творческий успех. По следам поездок на Кавказ, Александр Сергеевич Пушкин написал такие знаменитые произведения, как «Путешествие в Арзрум. Кавказ. На холмах Грузии. Обвал». Памятник установлен через 30-летие установления дипломатических отношений между Республикой Армения и Российской Федерацией. Автор идеи депутат национального собрания Алексей Сандыков. Сандыков. Сандыков, да? Сандыковского собрания Гурманов. Все смортируйте. Историки до сих пор спорят, была ли встреча Пушкина с телом Грибоедова. Ну, пускай спорят. И спорят, любил ли Пушкин армян или не любил. Мы сделаем проще. Да, любила, встреча была. А я вам предлагаю послушать. Вальс Грибоедова. Хотя и предыдущий вальс тоже был Грибоедова. Всем пока. Спасибо, что были со мной. Вертится ветряная мельница. Значит, жизнь продолжается. И напоминаю, что в описании есть промокод, по которому вы можете получить минус 10% скидки у туроператора Магазин Путешествий. Магазин Путешествий. Спасибо. Магазин Путешествий. Спасибо.